Новое видео выходит каждый день в 20.00 Тема взлома аккаунтов актуальна как никогда И вы знаете, в последнее время всё больше и больше людей задаются вопросом Мол, а как обезопасить свой аккаунт, чтобы его не взломали? Ведь вот эти вот все горе школа хакера, они уже добрались до того, что взламывают Не только какие-то там жалкие аккаунты сампа, а они взламывают вплоть даже до Ютуб каналов и всего прочего И казалось бы, как это всё может происходить, как всё это предотвратить И что вообще нужно делать во всех подобных ситуациях И тут я для вас вот специально собрал все существующие ныне способы взлома вашего аккаунта сампа И не только, даже вплоть до вашего аккаунта ютуба там и ещё прочее То, что вот будет у вас сохранено в браузере, то у вас застилят Но давайте начнём по порядку Вот по порядку от самого какого-то безобидного От самого того, что абсолютно все знают До вот самого жёсткого, самого вообще там непонятного И вообще вот как это всё может быть Давайте начнём Самое первое и самое простое и самое сложное Самое муторное, чем, наверное, ни один взломщик 21 века заниматься не будет Это обычный брут То есть, когда берётся ваш логин, который, наверное, всем известен И подбирается пароль, там, состоящий из каких-то простых махинаций По типу, там, знаете, QWERTY12345 или там 123456 или там ZHC вот это вот 3822, там 2712, 3219 и всё такое То есть, желательно вообще делать пароль достаточно сложный Вот разных регистров не зря на большинстве сайтов сейчас На которых сохранится такая достаточно важная информация Просят вводить пароль в разных регистрах и делать всё такое Я вам тут сейчас не дам рекомендации по поводу того, как вообще нужно подбирать пароли Как генерировать и всё такое На эту тему есть достаточно много статей в разнообразных сетях интернет Вы можете просто там забить в том же гугле Как создать надёжные пароли для своего аккаунта в разнообразных сетях И просто вот создадите себе раз и навсегда пароли Которые будут как-то сложно рассказать, сложно узнать, сложно подобрать и так далее И после всего этого вы уже сможете чувствовать себя более-менее нормально И всё такое Но дабы этот способ, он очень легко ломается Потому что сейчас уже есть гугл-аунтентификатор А как вы, наверное, знаете, гугл-аунтентификатор подобрать нельзя Потому что каждое там, по-моему, то ли 10, то ли 15, то ли ещё сколько-то секунд Числа, которые вам нужно вводить, они меняются И вследствие этого просто сейчас брут, он умирает И никто, наверное, им не сможет заломать какой-то аккаунт Только если он, я не знаю, не какой-то нулёвый То есть какой-то жёсткий аккаунт, на который приходят письма из Пентагона Или из спецразведки США Я думаю, что там не будут как-то забивать на безопасность И сделают всё нормально Однако, ладно, давайте перейдём к следующему пункту того, как вас могут взломать Стиллер И вы знаете, сейчас мы поговорим про какой-нибудь там обычный стиллер Не про троян PSV и вот про всё прочее Мы поговорим с вами про такие ли, знаете, обычные стиллеры Такие достаточно банальные, которые там могут быть в клеоскриптах Могут быть там в луаскриптах и в прочих В всяких разнообразных штуках Как мне однажды рассказывали, это хуйня Может быть даже в картинках вроде как То есть как работает стиллер Он, то есть считывает определённую информацию Которую вы вводите в определённое диалоговое окно И вот этому самому хакеру-взломщику, который владеет вот этим вот самым стиллером Там какой-нибудь на его сайте отправляются просто вот данные Которые вы вводили, то есть в диалоговое окно Что вы введёте, то ему как бы и выдастся Вы можете в диалоговые окна вводить Допустим, пошёл нахуй пидорас взломщик и так далее Ебал твою, так сказать Ладно, не будем уже об этом ни о чём разговаривать Я, если что, сразу же извиняюсь Если кому-то такая вот ненормативная лексика не нравится Идите нахуй, я извиняюсь, ребят, за эти слова Но идите нахуй, реально Я, если что, извиняюсь за все вот эти слова Вообще, вариаций взлома может быть огромное количество Там, допустим, к вам пришёл друг Он втёрся к вам в доверие, пока вы спали Там, он взял, взломал, выкачал все ваши пароли и всё прочее Но тут я расскажу вот просто о самых популярных И о самых, возможно, непопулярных способах взлома на данный момент Сейчас мы переходим уже к программам Которые застилят не только всё ваше, так сказать Весь ваш аккаунт сампы Или все ваши аккаунты сампы В которых вы будете авторизовываться Но, в принципе, сможет застилить абсолютно всё Там, от номеров до целого кода в банковских карт Там и всего-всего прочего От того, что у вас будет сохранено в браузере Как сейчас поступают многие люди Они скачивают браузер, авторизуются во всех там Каких-нибудь социальных сетях Там, Twitter, WhatsApp, Viber, там, HDMI, DVI, VGA Вот, и, в общем-то, забивают абсолютно точно на свою безопасность Сохраняют пароль просто в своём браузере То есть каждый раз его не вводят Потому что это просто скучно Как бы долго, муторно и так далее Хотя, в принципе, это было бы неплохо Потому что вы лишний раз запоминаете, какой у вас пароль И взломать в будущем у вас будет достаточно сложно Если вы подберёте себе какой-то вот такой вот пароль Который вы сами прекрасно знаете И который вы вводите самостоятельно Дело в том, что все ваши пароли Они как бы хранятся где-то отдельно Там, в облаке Гугла или что-то наподобие того Но когда злоумышленник получает доступ к вашему Google Chrome Он может просматривать абсолютно все ваши сохранённые пароли Даже вы сейчас можете Если вы сидите в браузере Google Chrome Вы можете зайти в настройки Там, какие-нибудь автозаполнения формы Или сохранённые пароли и так далее У вас просто будут все ваши пароли От абсолютно всех сайтов Вы сможете посмотреть Сможете там зайти и всё такое Потому что Google, он как бы сохраняет Внутри себя вот все вот эти вот данные И вы знаете, этим прекрасно воспользовались Создатели, разработчики всяких там программ Я, допустим, знаю про RMS и NG RAD Он как-то так примерно называется То есть RMS, я думаю, вы все знаете, что это такое Это удалённое администрирование компьютером Изначально это не задумывалось как что-то плохое Это задумывалось как, типа, вы там Будете с одного компьютера управлять вашим другим компьютером Пока вы там, допустим, с ноутбуком лежите на кровати Вы сможете на компьютере производить там вот эти вот всякие монтажёрские штучки Там что-то монтировать, что-то делать и там ещё подобное В общем, со злыми намерениями это не планировалось Однако, хакеры придумали то, как с помощью всего этого Можно, в принципе, управлять компьютером жертвы Там закидывать все вот эти вот вирусы Всё вот это вот прочее и так далее Однако, однако, с помощью чего взломали багера С помощью чего взломали там всех остальных людей Сейчас есть такой вирус, как бы он не произносится в данном видеоролике В целях пропаганды и так далее Это вирус NG RAD То есть это такая штука, в которую выводите там что-то Если вы взломщик выводите там свой IP После чего там генерируется какой-то файл, который вы отправляете жертве Вы можете его как-то замаскировать и так далее Файл вживляется, то есть в файловую систему компьютера вашей жертвы И, в общем-то, вы получаете полный доступ над компьютером Там, начиная от просмотра просто какого-то проводника Просмотра жёсткого диска и так далее До отключения монитора и открытия-закрытия жёсткого Ой, этого, блядь, CD-привода Ну, как это называется? Ну, я думаю, дисковода, в общем И в этом-то вся и проблема То есть при помощи NG Rata можно прям вот на компьютере жертвы Вот вы находитесь на своём компьютере Допустим, вот на компьютере жертвы Вы просто вводите какой-нибудь сайт и он там открывается Также за вами могут подглядывать через веб-камеру Хорошо, что на новых каких-то таких, знаете, дорогих веб-камерах Когда веб-камера активно идёт какая-то запись Либо она просто как бы в активном состоянии сейчас находится И что-то там записывает или что-то видит Она подсвечивается вот так, допустим, у меня Logitech C922 Ну да, типа ProStream или как так она называется И она, когда она работает, она подсвечена И поэтому я всегда знаю, что за мной, наверное, не следят Если только это как-то системно отключить нельзя И сделать всё прочее Именно через NGRAD в последнее время угоняют Там всякие аккаунты от, там, Ютуба От всего прочего Перепривязывают их на себя Потом просят выкуп в размере, там, миллиард рублей Или мы будем удалять, там, по 30 ваших видеороликов в минуту Чтобы вы это всё смотрели по демонстрации экрана Чтобы всё у вас было хуёво и так далее Что нужно делать в данной ситуации Если вы такой вирус поймали И уже чувствуете, как всё это, блядь, идёт по вам Там меняются пароли и всё такое Во-первых, блядь, нахуй вырывайте кабель интернета Из своего компьютера, чтобы полностью сделать его без интернета Когда на компьютере нет интернета То и вирус этот самый, он не может работать То есть, отличие, по-моему, от удалённого администрирования системы Это тем, что, типа, от RMS Тем, что, типа, NGRAD, он без интернета не работает И когда вы выключаете интернет Вы можете спокойно, как бы, выйти из всех своих аккаунтов на Google Chrome То есть, по-моему, в оффлайн-режиме это можно сделать После чего с телефона поменять все свои пароли Сделать всё такое И, конечно же, как говорил Малфой в одном из своих видеороликов Когда рассказывал о том, как взламывают самперов Он говорил, что ещё нужно установить антивирус Хотя антивирус, он ничего подобного, блядь, не детектит Потому что, типа, для антивируса это выглядит как обычная программа И вот такая вот вся хуйня Что забавно, когда ты качаешь какой-то пиратский софт Я, кстати, осуждаю, если что, никому не советую Скачивать пиратский софт это плохо Вы лишаете людей, которые разрабатывали вот этот вот самый оригинальный софт денег В общем-то, когда ты скачиваешь какой-то пиратский софт, какой-то кряк и так далее То на него антивирус, блядь, 200 раз поругается, сука Удалит все, блядь, файлы этого ебаного кряка Там этого ебаного, вот этой вот всей программы Однако, когда на твоём компьютере реальный вирус, блядь, который Через который просто администрируют твоим компьютером Через который делают вообще все махинации с твоим компьютером Антивирус это нахуй не видит, блядь, всё Я не знаю, почему так происходит Я не знаю, как такое вообще, в принципе, возможно Однако, ну, в общем-то, это происходит вот именно как-то так Поэтому взломы сампера всех прочих людей Я видел, там, недавно Аудио РВ взломали Это, который делает, блядский твич, если мало ли кто-то не знает Недавно его взломали через эту самую хуйню Перепривязали просто YouTube аккаунт и всё такое В общем-то, если у вас угнали аккаунт Сампа То я вам хочу сказать, что это невелика потеря У вас могли угнать, допустим, аккаунт YouTube Ведь на YouTube есть функция, что ты можешь перепривязать там с почты хозяина На почту какого-то другого человека Этот самый YouTube канал, и он как бы будет считаться твоим полностью Этот баг почему-то не фиксят Потому что там обычно, когда передаётся, допустим, основателька канала Через которую всё и делается, то как бы она должна передаваться сроком в один день Однако придумали какой-то обход, и Google как-то, YouTube это всё почему-то не фиксит Видимо, у них есть дела поважнее В общем-то, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика Не попадайтесь на стилеры, а если и попались, то срочно меняйте пароли И, как сказал Малфой, устанавливайте антивирус Ведь антивирус, он, разумеется, в 99% случаев вам поможет Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok